Волгоград-Баку В Волгоград попал в список 11 городов, которые примут чемпионат мира в 2018. На стадионе должны пройти 4 игры группового этапа. После чемпионата стадион, как ожидается, будет использоваться как основной стадион футбольного клуба «Ротер Волгоград» и многофункциональный комплекс для проведения различных массовых мероприятий. Вместимость стадиона составит 45 тысяч мест. Масштаб стройки поражает. Я поснимала его с на разных ракурсов. До окончания стройки еще далеко, но сделано очень много. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2017 года. Обратно мы возвращались тоже через парк. Пульт наш лежал к танцующему мосту. Это еще одна достопримечательность Волгограда. Также прошли по аллейкам. Пофотографировала эти аллеи еще. Вот на фотосессию направляется молодая пара. Невеста в белом платье и жених. Потому что я, как рассказывала во второй части, здесь очень много проходит фотосессий. Парк очень красивый. А также много детей, родителей с детьми. Вот на велосипедах катаются дети. На роликах. Очень много в парке людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, путь наш лежит к танцующему мосту. Это детская площадка. Сейчас мы перейдем налево. Вот там вдалеке этот танцующий мост. Он стал местной достопримечательностью. Обычный автомобильный мост Волгограда. Он, это был долгострой. Открылся в 2009 году. А позже к нему пришла настоящая популярность. Дело в том, что в мае 2010 года это масштабное сооружение раскачивалось. И колебания были настолько значительны, что видны были невооруженным глазом. И это даже сняли на видео. Несмотря на то, что амплитуда колебаний превышала норму, повреждения и деформации не было обнаружено. И мост укрепили противовесами. И после этого стали называть его танцующими. Длина его составляет 30 километров. Сейчас по берегу Волги внизу прокладывает ракадную дорогу, так называемую нулевую продольную магистраль. Ее строят в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ширина проезжей части составит 15 метров. И движение будет осуществляться по четырем полосам. Главная цель магистрали – разгрузить центральную часть Волгограда от интенсивного транспортного потока. Побывав на берегу Волги, мы возвращались обратно мимо парка Дружбы Волгоград-Баку к ТРЦ Европы. На площади перед ТРЦ мы увидели байкеров. Сотрудники госавтоинспекции Волгограда совместно с региональным отделением мотоклуба «Ночные Волги» торжественно открыли мотосезон весенне-летнего патрулирования города. А дальше мы отправились пешком вдоль проспекта Ленина до площади Ленина. Просто прогулялись по зеленой аллейке. Красивые дома поснимали. Подальше уже от площади Ленина мы на автобусе возвращались домой. Сейчас в Волгограде многие маршрутки заменяют автобусами. И вот на одном из таких автобусов, новом, современном, мы и приехали. Вот такая длинная экскурсия по интересным местам Волгограда состоялась у нас в выходные дни. До скорой встречи, друзья! И всего вам доброго!